МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сенаторы предложили ввести обязательную индексацию зарплат, но согласятся ли с этим работодатели, неизвестно. Впрочем, как сообщил министр Турда Дуйсенова, сейчас есть норма об индексации зарплат. Но она не работает, потому что договор составляется между работником и работодателем, и участия государства там нет. Индексация зарплат по сути является ответом на рост цен. Немало казахстанцев с горечью и обидой замечают, что раньше, например, на свою зарплату они могли купить определенный набор продуктов и закрыть кредит. На те же деньги сегодня от таких лакомств приходится уже отказываться, подорожали. А зарплата при этом будто неизменная величина. Например, в развитых странах зарплаты высокие, причем они тратят на еду только 18% от зарплаты, а не все 50, как у нас. Там система коллективных договоров сложилась десятилетия назад, а бдительные профсоюзные объединения не дают расслабиться работодателям. Такая норма об индексации зарплаты у нас тоже есть. Другое дело, что она практически не работает, так как она не конкретна и полностью отдана на откуп работодателям. А какой же работодатель будет идти против своих интересов и против своего кармана? Эксперты полагают, что нужно прописать норму таким образом, чтобы работодатель не смог трактовать ее по своему усмотрению. Уже в трудовом кодексе предусмотрен коллективный договор между работодателем и работником. Очень многие коллективные договоры сегодня уже имеют норму о том, что ежегодно они должны индексировать. И есть работодатель, который индексирует. Но это было написано вправе. Теперь депутаты Сената как раз-таки внесли предложение, что могут теперь в обязательном порядке в коллективный договор включить индексацию заработной платы. Это же ведь взаимоотношения работодателя с работником. Там посередине их, когда заключают договор, государства нет. Если было бы государство, государство сказал. Поэтому государство может это только в законодательном порядке закрепить. И поэтому сейчас инициативу депутатов рассматриваем и очень многие их предложения, касающиеся прав работников, поддерживаем. Казахстанцы без сомнения одобрят эту социальную инициативу. Они увидят, что наконец-то власть говорит то, что люди давно хотели услышать. Возражения и несогласия могут исходить только от работодателей. С государственными и бюджетными организациями все более-менее понятно и особых проблем с индексацией быть не должно. Но коммерческие организации и частный бизнес будут отстаивать свои интересы до конца. Эксперты полагают, что выход есть. Так в случае, если тот или иной работодатель будет отказываться или уклоняться от индексации, затягивать или не соблюдать условия коллективного договора, должны быть предусмотрены чувствительные штрафные санкции. Причем санкции должны предусматривать наложение штрафов не только на юридическое лицо, но и непосредственно на физических лиц, первого руководителя организации и главного бухгалтера. Конечно, жизнь будет подкидывать разные ситуации, не все из которых можно предусмотреть в трудовых договорах. В таком случае решения будут приниматься в судах. А профсоюзы, которые ранее инициировали инициативу об индексации, должны будут в этих судах достойно защищать интересы работников. Доля теневого оборота обуви в Казахстане составляет 48%, то есть каждая вторая пара обуви везена в страну нелегально. А чтобы качественной продукции было больше, планировали ввести маркировку обуви. Это сократит серый оборот и повысит уровень продаваемой продукции. Грозит ли штраф за немаркированную обувь предпринимателям сферы? И какие преимущества дает маркировка, рассказали нам в Министерстве торговли и интеграции республики. Маркировка позволяет проследить весь путь товара от производителя до конечного потребителя. При этом доли серого импорта остается большой, а основная часть поступает из Китая. Китайская таможенная служба в 2021 году зафиксировала экспорт в Казахстан на сумму, превышающей наши данные, более чем в два раза. И это почти 780 миллионов долларов. Напомним, 1 апреля завершается период, когда разрешается продавать обувь, которой нет в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. До этого дня у бизнеса остается немного времени продать немаркированную обувь. Но вопрос штрафных санкций за реализацию немаркированной обувной продукции не стоит, сказали в Минторговле, из-за других видов товаров. Мы больше хотим, чтобы было стимулирование и со стороны государства субсидирование за маркировку. Штрафы предусмотрены, но только за табачные изделия. Они и до этого были предусмотрены, потому что они регламентировались до маркировки акций за меня. За каждую пару обуви и генерацию даты матрикса предприниматели будут платить не более трех тенге. Данный тариф регулируется АЗРК, и, как напомнили в Минторговле, в 2018-2020 годах доля обуви на рынке составляла от 35 до 39 миллионов пар. А с внедрением цифровой маркировки данные выросли до 53 миллионов. Мы считаем, что бизнесом нужно заниматься прозрачно. Сейчас цифровой век, когда можно видеть все прослеживаемости от производителя до потребителя. И каждый потребитель имеет право видеть, что он носит, какого качества он обувь носит, где его производили, кто его привез, и кто от производителя до потребителя какую маржинальность имеет. В пример привели в Узбекистан, где введена стопроцентная маркировка лекарств. В России по социально значимым продовольственным товарам, а табак на всей территории Евразийского союза. Эффективный механизм в борьбе с теневой экономикой, ну а тем предпринимателям и продавцам, которые соберутся проставить маркировку, можно обратиться разными способами в Минторговле. Например, по телеграм-каналу или обратиться на сайт в Комитет технического регулирования, Минторговле и интеграции и так далее. Говорили о субсидиях. Мы планируем разработать нормы. Мы не хотим внедрять нормы по штрафным санкциям. Мы больше нацелены на то, чтобы стимулировать к маркировке. Давайте предусмотрим механизмы возврата со стороны государства, те затраты, которые поднесут бизнес. Мы об этом говорим. Как сообщили в Минторговле, налоговые поступления от обувных предпринимателей, которые есть в системе маркировки, по итогам 2021 года выросли на 55% по сравнению с 2020 годом. А по итогам 11 месяцев 2022 года налоговые поступления выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42. Поводок в Западно-Казахстанской области набирает масштабы. Из подтопленных сел эвакуировано более 265 человек. Стало известно о первой жертве подтоплений. В полиции сообщили, что двое жителей поселка Актау Ченгрилаусского района 11 марта выехали на тракторе в город Аксай. В этот день потоки талой воды затопили значительную часть этой автодороги, разрушив ее в некоторых местах. С мужчинами была потеряна связь. 14 марта в 23 часа 25 минут из Аксай на поиски пропавших выехал вездеход компании КПУБИВИ. В три часа ночи работы были приостановлены из-за отсутствия подъездных путей. Был объявлен поиск. Угроза также имелась и для самих спасателей. Тело 39-летнего мужчины было обнаружено 15 марта. Его напарника спасатели обнаружили живым. Факт смерти лица зарегистрирован в отделе полиции Бурлинского района. Труп направлен на СМИ. Назначены все соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему. В Актюбинской области все силы брошены на борьбу с паводком. Сейчас под воду уходит поселок Обда. Там проживает больше 6 тысяч человек. В райцентре объявили режим ЧС местного масштаба. Паводок нагрянул так стремительно, что люди даже не сразу поняли всю опасность. Как только вода затопила первые дома, сельчан начали экстренно эвакуировать. Дом Асимы Нуржановой, который она построила в кредит, рушится на глазах. Женщина в панике, плачет вторые сутки. Такого половодия, по словам старожилов, не было последние 30 лет. Сейчас местные жители терпят настоящее бедствие. Большая вода хлынула со степи внезапно и затопила новостройки на окраине. Люди даже не успели опомниться. Говорят, схватили документы, детей и быстро покинули свои дома. В некоторых дворах вода доходит до пояса и продолжает пребывать. У нас полностью затопило дом. Одна стена развалилась. Теперь не знаем, как будем все это восстанавливать. Ничего не успели спасти. Вещи, техника, мебель – все осталось под водой. Их соседи по улице сейчас в эвакуационном пункте. Всего из подтопленных домов вывели около 100 человек. Их разместили в спортшколе и райбольнице. Такого наводнения у нас раньше не было. Было, но немного. А в этом году дом затопило вообще по подоконник. Невозможно. Мы не могли ни пройти, ни проехать туда. Всё. Пристройка у нас там обвалилась. Сарай у нас тоже завалился. В общем, нам нужна будет помощь. Службы ПЧС бросили все силы на борьбу с паводком. Для отвода талых вод пришлось скрыть часть дорожного полотна и прорыть канал. 15 марта участок республиканской трассы Самара-Шимкент открыли для движения автотранспорта. К слову, со стороны Западно-Казахстанской области там уже скопилось больше 500 фур. На сегодняшний момент затоплено 28 дворов и 15 домов. Но может она увеличится, потому что с утра с 9 часов люди нам звонят. И они говорят, что у них есть дома затопленные, есть дворовые, и сараи. От паводка пострадали и крупные соцобъекты, и школа, и физкультурно-оздоровительный комплекс. Добраться туда можно только на лодках. В зоне подтопления оказался придорожный кемпинг. Предприниматели уже подсчитывают убытки. Наша Чехана тоже попала под паводки. В прошлом году точно такая же ситуация была. В прошлом году, ну, на этот год два раза больше бизнес приостановился. Между тем в райцентр стянули дополнительные силы полиции. Стражи порядка следят за имуществом сельчан и помогают в эвакуации жителей и домашнего скота. К нам прибыл оперативный отряд из областного департамента полиции. Совместно с нашими сотрудниками они сооружают насыпи вдоль дорог, заготавливают мешки с песком. А ещё ведётся охрана домов в зоне подтопления. Фактов мародёрства на сегодня не зафиксировано. Когда люди смогут вернуться в свои дома, ещё неизвестно. Все с тревогой ожидают повышения уровня воды в реке Хабда. Говорят, она почти на метр переполнилась и выходит из берегов. Мы круглые сутки отслеживаем ситуацию. Опасность ещё сохраняется. Река Хабда, вероятнее всего, будет подниматься. К нам на подмогу дополнительно прибыли из ДЧС 30 спасателей. Это две вахты. И технику дополнительную тоже стягиваем. Ситуация в Хабдинском районе находится на личном контроле Акима области. Накануне Ералы Тухжанов встретился с жителями села и заверил, что помощь будет оказана каждой пострадавшей семье. Устранять последствия паводка начнут, как только вода отступит. Все дома обследует специальная комиссия. Между тем, нанесённые стихии ущерб жителям обещают восстановить и помочь с ремонтом жилья. Лайла Уэсова, Жумарт Хадайбергенов, телеканал ТДК 42, Октябрьская область. В Западно-Казахстанской области чиновник попросил тушу барана у жителей села. Заместитель Акима Сырымского района Ербулат Ахметов потребовал у сельчанина барана за выдачу акта выбора земельного участка, тем самым нарушив этический кодекс госслужащего. Дело было рассмотрено антикоррупционной службой и вынесено на заседание Совета по этике. Накажут ли чиновника, расскажут наши корреспонденты. Дело в отношении заместителя Акима Сырымского района Ербулат Ахметова по факту получения взятки расследовалось Следственным управлением антикоррупционной службы Западно-Казахстанской области. В ходе досудебного расследования было установлено, что 13 июня 2022 года сельчанин Байдашев обратился с письменным заявлением в аппарат Акима Сыраульского сельского округа Сырымского района об отводе земельного участка для подведения газовой трубы посёлка Казаутан. 15 июня акт о выборе земельного участка был выдан. Однако было установлено, что при процедуре выдачи заместитель Акима Ахметов потребовал у сельчанина тушу барана. В этот же день, примерно в 17-27 часов, в процессе согласования настоящего акта выбора земельного участка Байдашов обратился к председателю комиссии, то есть заместителю Акима Срымского района Ахметову, полномочию которого входило в согласование акта выбора земельного участка. В ходе разговора, состоявший в служебном кабинете заместителя Акима Срымского района Ахметова, в присутствии руководителя Срымского района отдела земельных отношений Тохтарова, Байдашов сообщил Ахметову о том, что прибыл с целью согласования данного акта выбора земельного участка. В это время Тухтаров, получив данный акт у Байдашева путем изучения, приложенный к нему схемой, поставил свою подпись в данном акте. Далее Тухтаров передал данный акт рядом с сидящему заместителю Акима Сарымского района, который путем изучения установил об отсутствии подписи в данном акте Акима Сарвойского сельского округа Жакиева и потребовал в ходе разговора одного барана, на что Байдашев дал свое согласие. 16 июня 1922 года Байдашев передал одну тушу барана Ахметову через своего водителя, который отвез по месту жительства Ахметова. Далее в ходе допроса Байдашев и сам Ахметов факт передачи туши барана подтвердили. При этом заявили, что с согласованием акта выбора земельного участка это никак не связано. Проведенным специальным оперативно-розыскным мероприятием установлен факт получения одной туши барана Ахметова от Байдашева, однако не представилось возможным установить за какие действия Ахметов получил у Байдашева. Вместе с тем органы уголовного преследования приходят к выводу о том, что Ахметову допущено нарушение законодательства Республики Казахстана о государственной службе и этическом кодексе. Таким образом, ввиду отсутствия доказательств по факту взятки, антикоррупционной службе было принято решение о наложении лишь дисциплинарного взыскания в отношении чиновника в виде строгого выговора. Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушение в субсидировании тарифов на воду в районных области. Вместо положенных 90 тенге в Бурлинском, Теректинском, Букиординском районах стоимость одного кубометра воды дошла до 300 тенге. По данному вопросу в прокуратуре области состоялось заседание с участием прокурора области представителей районных Акиматов и Управления энергетики и ЖКХ. На сегодняшний день по Западно-Казахстанской области установлены определенные тарифы на воду. Для потребителей, имеющих приборы учета питьевой воды, он составляет 90 тенге. Для тех, у кого нет прибора учета – 200 тенге. В сельской местности подача воды должна субсидироваться. Но, несмотря на это, в Бурлинском, Теректинском, Букиординском районах на услуги по подаче питьевой воды субсидии отсутствовали, а населению предложили оплачивать тариф по завышенной цене. К примеру, в Теректинском районе стоимость тарифа дошла до 300 тенге за кубометр. Данная ситуация возникла из-за непредоставления вододателями Аксайжилкуат, ТОТ, Теректетазасу и ГКП Орда определенные документации. Кроме того, выяснилось, что между управлением энергетики ЖКХ и Акиматами отсутствовала взаимосвязь. В список населенных пунктов, где тариф на воду должен субсидироваться, были включены 37 населенных пунктов. Наполнительно включили еще 24. На эти цели выделено 1 миллиард 300 миллионов тенге. По факту же было установлено, что 10 населенных пунктов области все еще не субсидируются. Прокуратура области рекомендовала Управление энергетики и ЖКХ в кратчайшие сроки оказать помощь в сборе всех необходимых документов и сведений для субсидирования районов. Путем анализа было установлено, что из этих 24 по 10 все еще не субсидируются, значит цены все еще остаются прежними. Сегодня мы обсудили данный вопрос, по результатам которого полагаем, что нарушения будут устранены и защищены права граждан. Также после оформления всех необходимых документов прокурорами было рекомендовано сделать перерасчет оплаты за питьевую воду за январь и февраль текущего года. А районным прокурорам держать на контроле исполнение указаний. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Свыше двух тысяч светодиодных энергосберегающих светильников установят в Уральске. Также по городу предусмотрена замена кабельной линии электропередач с установкой стальных опор по семи объектам. В том числе по трассе в районе поселка Меловые Горки, на участке улицы Айткулова до трассы Уральск-Саратов, по улице Жангирхана, проспекту Абулхаирхана, а также в поселке Деркул. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. В рамках проекта также предусмотрена установка светодиодных энергосберегающих светильников мощностью 100-180 Вт. Протяженность линии освещения составляет 50 километров. Работы начнутся после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации. Почти шесть тысяч мошеннических ссылок было заплакировано за прошлый год в Казахстане. С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Выявленные сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид направляются в Министерство информации и общественного развития для блокировки через систему «Кибернадзор». Агентство по финансовому мониторингу активно использует IT-инструменты для превентивной борьбы с финансовыми пирамидами. Также с начала года запущен телеграм-бот «Байга-пирамида» по проверке интернет-ресурсов. Это позволяет гражданам самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид и предотвращает их вовлечение в мошеннические схемы. За короткий промежуток времени поступило более двух тысяч заявок от граждан. Все они были отработаны. Внедрена аналитическая система, позволяющая установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид. Это дает возможность целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией. В результате за три месяца направлены предупреждающие оповещения 23 тысячам граждан, из которых 90%, а это 21 тысяча, отписались от подозрительных аккаунтов. Агентство продолжит использовать новые технологии и методы, чтобы защитить финансовую безопасность граждан страны. Эпидситуация по коре в Западно-Казахстанской области стабильна. Об этом сообщают специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем по республике наблюдаются вспышки заболевания. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 50 случаев подозрения на корь. 20 фактов подтверждены лабораторно. В Западно-Казахстанской области последняя вспышка кори была в 2019 году. Тогда в области зафиксировали свыше 300 фактов заболевания. Корь – заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Основные симптомы ее – сыпь на теле, повышение температуры, конъюнктивит, насморк и кашель. Специфического метода лечения кори нет, поэтому единственной эффективной защитой от нее остается вакцинация, напоминают специалисты. В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды – в возрасте одного года и в шесть лет. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области рекомендует родителям проверить прививочный статус своего ребенка и в случае отсутствия вакцинации сделать прививку в своей поликлинике. И родителям детей, не привитых против кори по каким-либо причинам, ограничить участие в местах массового скопления людей. А также при появлении первых признаков кори, такие как кашель, насморк, повышение температуры тела, сыпи, необходимо обратиться к своему лечащему врачу и следовать всем его рекомендациям. В начале сентября 2022 года национальный управляющий холдинг «Байтирек» стал полноправным и единственным акционером дочернего банка «Сбербанка» в Казахстане. Банк прошел перерегистрацию и сменил наименование на акционерное общество «Береке». 8 марта текущего года Управление по контролю за иностранными активами Министерство финансов США исключило банк из санкционных списков. Банк активно работает на рынке, оказывает широкий спектр услуг и готовится к возобновлению активных операций в иностранной валюте. Важно, что «Береке» банк не просто преодолел все трудности. Он продолжал выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами и удержался в десятке сильнейших казахстанских банков второго уровня. Наше видение – стать полноценным цифровым банком с лучшим клиентским сервисом на рынке. Для этого необходимо сфокусироваться нам сейчас на оптимизации текущих процессов, изучении клиентских потребностей. Понимая текущее положение на рынке, мы видим большие возможности в расширении продуктовой линейки и сервисов для малого и микробизнеса. Банк исторически был всегда лидером в оказании услуг по внешнеэкономической деятельности, и мы продолжим это направление. Будем усилять его через развитие нефинансовых сервисов, помогать предпринимателям в решении их ежедневных задач. Канун праздника на Урыс банк пригласил своих партнеров и клиентов, чтобы поделиться новостями и планами. Мухаммеджан Кинджигулов является стабильным клиентом банка, верит и доверяет ему. Последние 20 лет мы работали в отношении банка Сбербанк России, но в связи с объективными обстоятельствами, событиями, с решением банк ушел с Казахстана, до сегодня его место занял Берекебанк. Мы продолжаем работать и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным. 2023 год только начался, а Берекебанк уже вошел в тройку лидеров по росту депозитов среди крупнейших банков страны. Так, на 1 января прирост составил почти 9 миллиардов тенге. Берекебанк предлагает широкую депозитную линейку с повышенной доходностью. На текущий момент до 31 марта действуют весенние акции по депозитам с эффективной ставкой 16,1% годовых. Берекебанк в новое время с богатым наследием. В Уральске открылась выставка продажа белорусской обуви. Здесь вы найдете свыше 500 видов обуви – зимние, демисезонные, весенние и летние широкого размерного ряда. Вся обувь из натуральной кожи, с противоскользящей подошвой и водоотталкивающей основой. Внутри мех овчина. Обувь в основном на проблемные ноги, у кого выступающая косточка, широкое голенище и высокий подъем. Кроме того, вниманию покупателей представлен большой выбор курток с подкладом из натурального меха. На верхнюю одежду действует скидка до 50%. Цены на летнюю обувь от 10,5 тысяч тенге. На коллекцию осень-весна от 24 тысяч и зимние обувь от 30 тысяч тенге. Также действует скидка 30%. Выставка продажа белорусской обуви открыта ежедневно в ДК «Зенит» с 10 до 19 часов. С 14 по 19 марта включительно. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР ПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Сеть супермаркетов «Пешеход». Супермаркет «Пешеход» – это территория выгодных покупок. Добро пожаловать за покупками. Ждем вас ежедневно с 9 до 21 часа. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...